Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов. Я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И это видео является продолжением цикла разоблачений о плохой жизни в США. Это уже третья серия, поэтому обязательно посмотрите предыдущие, если еще этого не видели. Ссылки будут в описании. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как же американское государство, которое многие привыкли считать бесчеловечными капиталистами, на самом деле заботится о людях. Причем я поговорю не только о программах для малоимущих, на которые могут податься все, а еще о тех, которые направлены на помощь людям, кто не может позаботиться о себе сам. О стариках, детях и людях с ограниченными возможностями. Как они здесь живут? Платится ли им какое-то пособие? И вообще, нужны ли они хоть кому-то, кроме их родственников и семей? Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, а мы начинаем. Поехали! Итак, вначале немного пройдемся по пособиям, или по-английски welfare. Важно понимать, что пособия – это лишь одна из возможных форм помощи, на которую могут рассчитывать здесь люди. Я начну с нее, но потом пройдусь еще и по остальным. В США получают пособия в том или ином виде около 60 миллионов человек, то есть примерно пятая часть населения. А государство потратило на выплаты пособий в 2017 году почти 1 миллиард долларов. Среди них есть как и пенсионеры, так и малоимущие, так и инвалиды. Понятное дело, что система несовершенна, так как некоторые люди пользуются разными условностями в ней. Одна из самых известных – это получение инвалидности и льгот через депрессию. Если вы пойдете на сеанс к психотерапевту, и он поставит вам диагноз «депрессия», то вы получите инвалидность и некоторые привилегии к ней. Я знаю, что в России к депрессии относятся очень легкомысленно. Насколько я знаю, ее даже не диагностируют. И относятся очень, знаете, как к такому небольшому стрессу. Но хочу специально подчеркнуть, что это реально довольно серьезная проблема. И люди, которые реально находятся в настоящей депрессии, зачастую этого сами не осознают. Никому ничего не говорят и не понимают, что могут получить помощь. Что в итоге приводит к очень печальным последствиям, к сожалению. В США депрессия реально диагностируется, и людьми, которые ей страдают, реально занимаются и лечат. Поэтому она и приравнена к инвалидности. Но, тем не менее, многие наши соотечественники этим пользуются. Пособия в США могут доходить до 800 долларов в месяц на человека. Но вы должны понимать, что просто так деньги вы не получаете, так как государству уже невыгодно вас содержать просто так. Поэтому, чтобы продолжать получать деньги по этой программе, вы должны постоянно ходить на встречи с сотрудниками этой социальной службы, рассказывать, как у вас дела, как вы ищете себе работу, как дела у детей, в какой садик они ходят, в какую школу. Ну, в общем, и так далее. То есть государство должно видеть, что вы не просто так сидите без дела, а делаете все, чтобы улучшить свое финансовое положение. Конечно, они тоже будут вам помогать и всячески способствовать с поиском работы и другими вопросами. Всячески будут вам содействовать. Что и правильно, ведь если вы найдете хорошую работу здесь или начнете, я не знаю, там какой-нибудь успешный бизнес в Америке, то сможете зарабатывать, ну, намного, во много, во много раз больше, чем сидя вот на этих пособиях. Также в рамках участия в этой программе государство будет вам помогать оплачивать, например, там детский сад для ребенка, если оба родителя работают. Они могут его либо полностью покрывать, либо только там частичные, но в любом случае большую его часть. Следующая форма помощи от государства или штата – это food stamps. Или можно это, наверное, перевести как талоны на еду. Но по факту это просто обычная дебетовая карточка, на которую вам каждый месяц кладется определенная сумма. Как правило, сумма эта составляет до 200 долларов в месяц на человек. То есть, если у вас семья из 4 человек, то на карточку вы можете получать до 800 долларов в месяц, которую вы можете тратить на еду, причем в продуктовых магазинах расплачиваться абсолютно любых. Но только кроме алкоголя и сигарет. То есть, это вы не можете купить на эту карточку. Что, в принципе, логично. Затрагивая тему о еде, я не могу не упомянуть, о чем уже говорил в прошлых роликах, что в США невозможно умереть с голода. То есть, это просто нереально. Так как помимо вот этих вот food stamps, есть также food banks – банки еды, куда вы можете прийти абсолютно без всяких проверок и взять набор продуктов, который может выглядеть, например, вот так и вот так. И это абсолютно бесплатно. Идем дальше. Программа, которая называется WIC. И что можно расшифровать как Women, Infants and Children. Это федеральная программа, то есть финансируется она из федерального бюджета, а не из бюджета штатов, направленная на помощь с едой и продуктами питания беременным и родившим женщинам и детям до 5 лет из семей с низкими доходами. Особенно это касается матерей-одиночек. Податься на эту программу можно, например, если на семью из 4 человек в год приходится меньше 3970 долларов в месяц. В рамках этой программы женщине и детям бесплатно предоставляют такие продукты, как хлопья с повышенным содержанием железа, фруктовые или овощные соки с витамином С, яйца, молоко, сыр, арахисовую пасту, фасоль, горох, консервированную рыбу, напитки на основе сои, тофу, фрукты и овощи, детское пюре, цельнозерновой хлеб и другая разная еда со злаками. Если женщина не кормит грудью, то в рамках этой программы также бесплатно будут давать молочную смесь для ребенка. Странно все это, да, для бездуховного запада. Важное замечание, что для получения программы вы или ваши дети должны быть в зоне риска, как тут называется, nutritional risk, то есть риска, связанном с получением нормального питания из-за медицинских осложнений или отсутствия денег. В разных штатах есть также разные программы по приобретению собственного жилья. Они называются first-time homebuyers, в рамках которых можно получить налоговые льготы или даже до 40 тысяч долларов безвозмездно от государства, которые можно использовать для покупки дома. Также касательно жилья, здесь есть отдельные программы в каждом городе и штате, которые называются тут Section 8 Programs, то есть программы под секцией 8, в рамках которых вы будете платить только 30% вашего месячного дохода за жилье, а остальное будет покрывать государство. То есть, например, если ваш ежемесячный доход составляет 1000 долларов в месяц, то за жилье вы будете платить только 300 долларов, а оставшуюся часть за жилье будет полностью покрывать государство. Но надо иметь в виду, что участвуют в таких программах только определенные здания и определенные квартиры. И, как правило, находятся они не всегда в самых лучших районах. Но, тем не менее, такая программа есть. Для тех, кто говорит, что здесь абсолютно неподъемная рента. Следующая программа – это Medicaid. Это бесплатная страховка для малоимущих. По ней вы можете ходить к врачу, получать лечение, бесплатные лекарства и даже родить можно абсолютно бесплатно. Причем в обычных госпиталях, где рожают за деньги. Идем дальше. FAFSA – Free Application for Federal Student Aid. То есть, бесплатная федеральная помощь студентам, в рамках которой можно получить от государства грант на обучение в колледже или университете в размере 5 775 долларов в год. То есть, каждый год на время обучения вам будут платиться суммы 5 575 долларов в год. Да, этого может быть недостаточно для поступления в какой-нибудь Гарвард. Но не забывайте, что тут можно получить таких грантов в рамках программ штата и некоммерческих фондов. Поэтому многие талантливые студенты, даже из бедных семей, учатся тут бесплатно, просто участвуя во множестве таких вот программ. И все эти гранты, они суммируются, и денег на обучение становится достаточно. Но нужно понимать, что в некоторых колледжах обучение может реально здесь стоить 3-4 тысячи долларов в год. И в таком случае остаток от вот этой федеральной помощи в 5 с чем-то тысяч долларов будет просто оставаться у вас на счете. И вы можете им распоряжаться как хотите. Но для участия в программе доход на семью должен быть меньше 50 тысяч долларов в год. И то большая часть этих грантов отдается семьям, где доход меньше 20 тысяч долларов в год. Также есть еще несколько других федеральных программ с грантами на обучение, но о них можно много еще говорить, поэтому давайте как-нибудь в другой раз. Небольшая смена кадра. У меня села камера, поэтому меняем локацию. Ну и закончить список я хочу такими программами, которые носят название Early Prevention Programs. То есть типа программы раннего предотвращения. В рамках этих программ абсолютно бесплатно ребенку до 3 лет предоставляют специалистов, которые здесь называются Occupational Therapist. На русском языке этого термина нет и насколько я понял, как не искал, таких специалистов тоже нет. Чтобы вы понимали, это не физиотерапевт и не трудотерапевт. Это что-то совсем другое. В чем суть работы этого терапевта? Если у ребенка до 3 лет что-то не развито, если у него какое-то необычное состояние, типа аутизма, или даже если просто у него какая-то неспокойная и стрессовая ситуация в семье, которая вызывает у ребенка стресс и мешает ему нормально развиваться, то государство бесплатно дает возможность, чтобы вот такой терапевт приходил 3-4 раза в неделю к ребенку, или чтобы ребенок приходил на групповые занятия в специальные центры. Если специалист приходит на дом, то он будет приходить со своими игрушками и специально будет заниматься с ребенком около 3-х часов через специальные игры и упражнения на развитие определенных моментов у ребенка. Каждый случай может кардинально отличаться от другого. Например, у Насти, у моей жены, есть подруга. Она как раз таки вот occupational therapist по профессии. И она рассказывала ей разные случаи. Я вам хочу рассказать пример про аутизм. У детей с аутизмом, как я понял, есть определенные триггеры, которые их раздражают. И они вот как раз таки занимались таким ребенком, который не мог находиться в шумном помещении. У него сразу начиналась истерика, и он просто не мог нормально функционировать. Когда Настина подруга начала работать вот с таким ребенком, то они там сразу поставили цели, чтобы через 10 недель ребенок точно мог спокойно находиться в шумном помещении без раздражения. И все вот эти игры и упражнения, которые они ему давали, были направлены для достижения только вот этой цели. И через 10 недель ребенок реально на самом деле мог спокойно находиться в шумном помещении без проблем. Вот такая вот забота о маленьких детях, которые сами никак не могут о себе позаботиться. И зачастую у родителей не хватает ни времени, ни навыков для того, чтобы этим заниматься. Подобные же программы, они существуют и для людей с ограниченными возможностями. От некоторых людей я часто слышу, что, мол, вот знаете, в США огромное количество инвалидов. И это типа ненормально. Дело в том, что их тут столько же, сколько и в других странах, в том числе и в России. Но вот только в России их не видно, так как они сидят дома и зачастую не могут без посторонней помощи даже выйти из подъезда. Здесь же вся инфраструктура для них. От входов в дома до всего общественного транспорта, кафе и ресторанов. И народ нормально к ним относится. Но это, пожалуй, тема до другого разговора. Как-нибудь тоже в другой раз. Напишите в комментариях, если вам интересно будет что-то увидеть от меня на эту тему. Так вот, такие программы помощи в развитии касаются не только детей, но и пожилых людей в том числе. Ведь такие специалисты работают с людьми в возрасте, у кого болезнь Альцгеймера или старческая деменция. С такими людьми они тоже занимаются. Их приводят в группы или занимаются индивидуально дома. Все та же подруга моей жены, она рассказывала, что к ним в центр, где она работает, как-то привели бабушку, у которой остановилось развитие примерно на 6 годах. То есть ей уже больше 65 лет. И она ведет себя как 6-летний ребенок. Ее привели к ним в косичках, в сарафанчике. То есть она была одета очень прилично. То есть по ней было видно, что за ней реально ухаживают социальные службы и родственники. И к ней, как оказалось, тоже приходит домой специалист и играет с ней как с 6-летним ребенком несколько раз в неделю. То есть они играют там в чаепитие с куклами. А она при этом живет со своими родственниками. И представляете, ею занимаются эти службы всю жизнь. Играют в куклы, понимают ее эмоциональное состояние. Нет ли у нее отклонений или каких-то переживаний. И так несколько дней в неделю, по несколько часов, всю ее жизнь. Вы только задумайтесь об этом. Вообще стариками вот эти специалисты занимаются в рамках программы страхования для пенсионеров, которая называется Medicare. На которую можно податься после 65 лет. И в ее рамках, помимо медицинской помощи, также будут оплачивать вот таких вот occupational therapists и огромное количество других программ, направленных на то, чтобы занять пенсионеров и чтобы они не просиживали недели дома, смотря телевизор, как это происходит в очень больших количествах в России. Их будут возить в музеи, устраивать игры, спортивные занятия, обучать разным занятиям типа рисования, лепки, водить в кино и много чего еще. Причем претендовать на эту программу могут даже пенсионеры, то есть люди старше 65 лет, которые ни дня не проработали на американскую экономику. В общем, на этой ноте я и предлагаю закончить. Как видите, проклятые капиталисты умудряются заботиться о малоимущих и тех, кто не в состоянии самой себе позаботиться. Просто удивительно, ведь многие думают, что без сотен тысяч долларов в кармане вас тут даже врач не примет. Надеюсь, что это видео заставило вас задуматься о том, достаточно ли ваша страна заботится вот о таких людях. Напишите свои мысли в комментариях к этому ролику. США очень разная страна, со своими плюсами, минусами. Не нужно все красить только в негативные или наоборот в позитивные оттенки. Смотрите, знаете, вот на общую картину в целом. А лучше сами приезжайте сюда и посмотрите на все своими глазами, как турист. Ведь США просто рай для туриста. И одно из самых популярных туристических назначений в мире. Если вам нужна помощь с туристической визой, то моя компания, визовый центр, помогла уже более чем тысячи людям получить американскую туристическую визу. Поэтому ищите ссылки в описании, переходите на наш сайт, читайте там и смотрите отзывы от наших клиентов, оставляйте заявки и мы обязательно вам поможем увидеть Америку. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, дайте знать, какое следующее разоблачение об Америке вы хотели бы увидеть у меня на канале. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!